Добрый день дорогие друзья! Вы на канале питомника Марине Стик и сегодня 21 апреля 2018 года. Продолжаю вести видео дневничок измерения улиточек охотины ретикулята черноголовых которых я купила у перекупщиков где был сильно наврали мне с возрастом этих улиток на сегодняшний день этим улиточкам 8 месяцев и неделя сегодня как раз ровно месяц того самого дня когда я их приобрела и сделала первое измерение этих улиточек сегодня я специально сделала такую таблицу измерения предварительно перед видеозаписью так как улетят они сидят на месте и совершенно невозможно их сделать это все на видеозаписи одной рукой я конечно сделаю на видео измерения самой большой самой маленькой но так как улетят а вот таким образом друг на друга забираются я боюсь одной рукой попортить им раковину раз цепляя их поэтому я заранее измерила и записала ребяток посчитала результат за месяц того как они у меня провели сколько они прибавили также записала результат сколько они прибавили за неделю и вот сейчас скажу что у меня получается когда я их купила самый маленький у литёночек был по раковине 7 сантиметров 7 миллиметров а самый большой был у литёночек 9 сантиметров 5 миллиметров за месяц мы получали такие результаты у летята прибавили за четыре недели от трех с половиной до четырех сантиметров то есть почти по сантиметру в неделю прибавляли эти ребята несмотря на то что возраст этих улетят был уже семь с половиной месяцев и когда я об этом узнала я откровенно говоря думала что они уже в общем то нет ничего у меня и не вырастет но за месяц ребята шикарно все прибавили почти вот не отстают даже от нормы роста улиток данного вида поэтому на сегодня я смотрю у них у всех опять-таки шикарный прирост они не собираются на этом останавливаться поэтому я буду еще продолжать вести вот видео наблюдение ради интереса как раз таки для тех кто действительно попадал в такие ситуации как я когда берешь улиточку не знаешь какой у него возраст надеешься что она вырастет а на самом деле возможно все совершенно не так или наоборот как я взяла этих ребяток сильно расстроилась узнав о том что возраст у них такой что уже пора перестать расти и на самом деле посмотрите наглядные результаты как ребята растут и прибавляют они за месяц практически все соответствует нормам роста улиток данного вида за неделю результаты у нас прошлая видеосъемка я и я все вам говорила все также записывала три улетенка были по десять с половиной сантиметров три улетенка были по одиннадцати два были по 12 на сегодняшний день самые маленькие улетята 11 сантиметров три миллиметра два улетенка два улетенка одиннадцать с половиной но я говорила что у некоторых отколоты апексы поэтому можно сказать что раковина гораздо больше но вот за счет от колотого апекса получается размер общий меньше 3 улетен 2 улетенка на сегодняшний день 12 сантиметров на прошлой неделе у меня всего лишь два были по 12 сантиметров на этой неделе 13 сантиметров самый большой улетенок и тот который на прошлой неделе был 12 он всего 5 миллиметров прибавил 2 также прибавил по сантиметру то есть за неделю результат у нас один единственный улетенок прибавил 5 миллиметров остальные все прибавили от 8 миллиметров до одного сантиметра за неделю то есть это прекрасный результат для данного вида улиточки охотины ретикуляты так она и должна расти просто на такой возраст восемь месяцев и неделях я уже боялась что таких результатов я не получу ничего у меня не вырастет но ребята меня продолжают радовать приятно поэтому я буду продолжать вести этот дневничок и посмотрим чем это все закончится не получилось бы так печально как с моей улиточкой охотиной ретикуляты клеопатры которая росла по одному сантиметру вместе в неделю и в три месяца было 13 сантиметров на чем собственно мы и пока и стоим на том же самом уровне и вот на этих ребят давайте посмотрим их тут 8 она не одна и какие у нас все-таки интересные тоже скачкообразные приросты на прошлой неделе два улетенка были по 12 сантиметров и за неделю эти самые крупные улетята один дал один сантиметр прироста другой дал 5 миллиметров прироста то есть вот пожалуйста эти улитки все живут в одинаковых условиях все получают одно и то же питание я уже показывала как они у меня живут эти улетят рассажены по четыре в два контейнера по 45 условия температура общее у нас квартире одинаково по всей квартире стоят контейнеры у них рядом и такие разные результаты на 8 вот этих улиточках сейчас давайте сделаем запись измерения самой большой самой маленькой улиточки я просто боюсь их поломать от лепляя вот друг от дружки они очень крепко друг другу цепляются вот этот улетенок у меня самый большой он пока один у нас был один улетеночек самый большой девять с половиной так но здесь 12 8 12 9 страшно его придавить плотно чтобы не повредить рамками вот его дружочек который тоже достаточно крупный а дальше как и было все прибавляют и прибавляют очень хорошо просто изначально они все были разного размера ну вот здесь у нас как раз очень много от кого-то от апекса и они еще все равно настолько вот мягкие раковины имеют что даже несмотря на то что хорошо растут все равно есть какие-то у них помятости вот этот тот улетенок который двенадцать с половиной но у него откола тапекс на мой взгляд все-таки немножко у них стали посветлее головы в процессе роста возможно мне кажется напишите пожалуйста в комментариях кто уже подписан на наш канал и смотрит наши видео на ваш взгляд меняют они цвет ноги и головы в процессе роста или или мне кажется что они немножко просветлели что вы готовы и и и Ну вот, есть несколько улетят, которые 11 см и 3 или 4 мм по раковине. Пока хоть кого-то удалось рассадить по одному и хоть как-то успеть измерить. Так, здесь вот почти 12 см. 11,9 см, ну можно сказать 12 см из одного миллиметра. И все видны хорошие приросты, то есть они на этом не собираются останавливаться. Ну вот, интересно делать такие, скажем, видеодневнички, наблюдения, записи вести. Как по-разному все растут улиточки в разном возрасте, в одинаковых условиях, при одинаковом кормлении, содержании. И данные улетят из одной кладки, ну вот, почти 11,5-11,4 см. То есть и гены у них одинаковые, а результаты роста у всех разные. И вот, конечно, я не знаю. так боюсь их поломать ну вот такие результаты за месяц дали нам эти ребята на которых собственно я не ставила никаких особенно серьезных надежды но глядя на такие результаты очень хочется верить что может быть хотя бы несколько из них успеют дорасти до момента полной остановки по возрасту до каких-то серьезных размеров тем более что один уже можно сказать почти почти приближается приличным размером для данного вида улиточек на этом на сегодня будем с вами прощаться завтра кто не подписан на наш канал приглашаем подписаться кто подписан оставайтесь с нами завтра увидимся с вами в дневничке Клеопатры покажу новый домишко куда я ее переселила сделаем опять очередные измерения ее раковины а также в описании под данным видео оставлю ссылку на свою группу вконтакте группа про улиточек в которой рассказано и показано все про содержание кормление как правильно оборудовать террариум чем можно кормить улиток чем нельзя много фото много видео есть темы о разных видах улиточек кому интересно и кто еще не приобрел себе такого чудесного домашнего питомца то можно почитать и сделать выбор какого бы улитенка хотелось вам содержать в доме приглашаю подписаться в мою группу вконтакте до новых видео и до новых встреч на канале питомника Мария Мистик всего вам доброго здоровья вам и вашим питомцам премь dep incremental 3 4 4 5 6 6 7 9